День Святого Николая – один из самых старых и любимых праздников. Почитание святителя отображается в том, что в любом городе есть храм в его честь. Переоценить заслугу Николая сложно, а при жизни он очень много помогал людям. В житии известен случай, когда святитель являлся и защищал от клеветанных от неминуемой смерти. И при жизни он проявлял очень много разных чудес, был сам подвижником, благочестием. Мы поем в тропаре, прославляющем память святого, такие слова правила веры и образ кротости. Вот оно учит кротости, смирение, любви к близким, любви к Богу, уважение. На Руси подарки от святого Николая клали детям под подушку. В основном это были угощения и сладости – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы. Но свои угощения Николай Чудотворец приносил только послушным детям. Если поведение малыша оставляет желать лучшего, святитель кладет ему под подушку прутик. Сегодня часть посетителей храма во имя державной иконы Божией Матери – это дети. В воскресной школе малыши готовят праздничные номера и с ними посещают детские дома. Уже несколько лет подряд дети нашей воскресной школы ездят выступать в интернаты для детей, поздравлять детей с Днем Святого Николая. Один в Симферополе – социальный реабилитационный центр. В репертуаре у малышей песни, танцы и стихотворения. День Святого Николая – это очень нами любимый праздник. Если мы хорошо себя вели, мы получаем подарки. Надо обязательно молиться Святому Николаю, и он всегда нам поможет, поддержит. Он самый быстрый в мире всем, помощник посланных листов. Услышав всех, лечит туда, кто призовет в своих бедах. Мама, чьи-то под окошком отпечатались следы. Кто спугнул с крылечка кошку тенью длинной бороды? Почему мое сердечко целый день чего-то ждет? Разве нам сегодня в гости заглянут на огонек? Воспитанники воскресной школы храма во имя Державной иконы Божьей Матери рассказывают, что каждый из них сегодня нашел под подушкой подарки. Я перед сном молился, и мне принес Святитель Николай подарок, перчатки, шапку синюю и шарфик. Он принес мне вот кинду. По церковному календарю торжества в честь святителя совершаются дважды в год. 19 декабря в день его кончины и 22 мая в память перенесения его мощей из малоазиатского города Мир или Кийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно Никола Зимний и Никола Летний. Мария Моссур, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.